Здравствуйте, друзья! Многие из нас хотели бы научиться играть в шахматы не только сильно и точно, но еще и быстро. Дело в том, что и в классических партиях нас поджидают цветноты, да и классики становятся все меньше, все больше времени уделяется Блицу, Рапиду, да и у нас у самих времени не всегда достаточно, чтобы думать по 4 часа за партией. Но есть большая проблема. Когда мы играем Блиц, чем короче контроль времени, тем больше падает уровень нашей игры. Этой проблеме подвержены все шахматисты, даже Магус Карлсон, даже Фабиано Каруано. Разве что Хикару Накамура как-то ухитряется сохранять свой высокий уровень, играя в Блиц. Но тут, как говорится, такой один, наверное, на миллиард. Что же делать нам, если хочется играть быстро, но не хочется расстраиваться от большого количества ошибок? Давайте я попробую предложить простой и довольно эффективный метод, как снизить количество цветнотов в вашей игре. Итак, в двух словах, на чем базируется метод? Давайте вначале представим, как мы вообще играем в шахматы. Алгоритм игры в шахматы простой. Мы на каждом ходу задаем себе вопрос. Ну, давайте я на примере начальных ходов покажу. Мы задаем себе вопрос. Давайте, пусть будет ход конь Ф6. Первый вопрос. Могут ли меня съесть? Второй вопрос. Могу ли я съесть? Третий вопрос. Мы задаем, если на оба вопроса ответ нет, какой у меня полезный ход? Здесь меня могут съесть, здесь я могу съесть. Поэтому мы вынуждены выбирать какое-то одно из решений. Либо самим есть, либо как-то защищаться от угрозы соперника. Если соперник, например, самым распространенным ходом конь Ф6 отвечает. Мы задали два вопроса. Нас съесть не могут, мы съесть не можем. Какой у нас полезный ход? И тут уже дело вкуса. Кто-то слона на Ф4 выводит, на Б5. Это, как говорится, на любителя. Я хотел просто проиллюстрировать алгоритм поиска хода. А теперь давайте посмотрим, что меняется, когда часики тикают и времени на часах все меньше, меньше и меньше. Дело в том, что мы начинаем путаться. Нам не хватает времени на две важнейшие части нашего алгоритма. На вопросы, могут ли меня съесть и могу ли я съесть. И совсем не хватает времени выбирать, какой лучший полезный ход мы могли бы сделать. Какое есть простое решение. Попробуйте за время соперника думать о том, какой у вас следующий полезный ход. Дело в том, что большая часть ходов в партии, которые мы делаем, как раз относятся к категории полезных ходов. Наверное, это процентов 70 или 80 всех ходов мы делаем полезные, нефорсированные ходы. Которые не защищают нас от угрозы соперника и не исполняют какую-то нашу угрозу. Ну вот так вот шахматы устроены. Роль этих ходов невелика. То есть, если мы зимнем пропустим какой-то полезный ход, мы, скорее всего, не проиграем. Но если мы, конечно, раз за разом будем делать плохие, бесполезные ходы, недостатков нашей позиции накопится настолько много, что поражение будет точно не за горами. Когда же мы можем проиграть? Мы можем проиграть, если мы не увидели. Может ли нас съесть соперник? Ну или страшно атаковать? Если вы играете на более высоком уровне, у вас вопросы будут, не могут ли меня съесть или могу ли я съесть. У вас вопросы будут, есть ли у соперника выигрывающая тактика и есть ли у меня выигрывающая тактика. То есть, вы можете себе эти вопросы задавать. И если вы неправильно ответите на один из этих вопросов, может быть из-за недостатка времени, может быть из-за сильного стресса, то вот тогда вы и рискуете проиграть. Что же мы делаем? За время соперника мы ищем полезный ход. А после того, как соперник пошел, мы задаем себе простой вопрос. Что изменилось? Тут важно уточнить. Тут очень важно уточнить, что обычно наш мозг настроен на поиски благоприятных возможностей для нас самих. То есть, в принципе, вопрос, могу ли я съесть, если у меня выигрывающая тактика, можно себе и не задавать. Ваше подсознание, если у вас есть маломальский какой-нибудь опыт в шахматах, само подскажет вам, скажем так, самую эффективную тактику за вас. Понятно, что чем больше вы решаете задачки, чем выше ваш уровень игры, тем быстрее и точнее вы будете искать возможности за себя. Но самая большая проблема – это возможности соперника. Как не зевать при быстром контроле? Я сейчас хочу показать несколько примеров, как можно обойти зевки, а потом мы перейдем к практике. Потому что теория без практики, пустой звук. И я покажу, как это можно в реальном блице задавать такие три простые вопроса себе и делать это все очень быстро. Давайте посмотрим на эту позицию. Стрелочка показывает, какой был последний ход сделан. Был сделан ход конь g4. Какие вопросы мы себе задаем? Есть ли у нас выигрывающая тактика? Ну, быстро посмотрели максимум, что размер. Есть ли выигрывающая тактика у соперника? Ну, тут вроде бы что-то имеется. Конь e3 и слон d4. Но я согласен, что увидеть второй ход слон d4 в условиях цепь ноты на секундах, наверное, не так просто. Как же мы должны себя спрашивать о ходах соперника, чтобы точно не пропустить его сильный ответ и его сильную возможность? А мы должны задавать себе не просто вопрос, чего хочет соперник, какая у него выигрывающая тактика. Мы должны задавать себе довольно конкретный вопрос насчет соперника. И звучит он следующим образом. Соперник сам напал или подготовил другой сильный ход? Подготовил это значит открыл линию кому-то. Почему мы задаем такой конкретный вопрос? Потому что тогда уже наше подсознание настраивается, ну, надеюсь, что и сознание тоже, но уж точно подсознание настраивается на поиски. На поиски возможностей соперника не только той фигурой, которая прыгнула, но и той фигурой, которая могла стоять за ней. Поэтому издалека, да, издалека, конечно, я видел большое количество примеров, когда довольно квалифицированные шахматисты, уровни чуть ли не кандидатов, мастеров спорта, даже некоторые мастера, вот такую тактику на большой скорости зевали. Чтобы не зевать, четко и просто задаем себе вопрос. Соперник своим ходом напал или создал возможность для другого хода вперед? Здесь мы видим такую возможность и устраняем проблемы, устраняем бьющие фигуры соперника. Разменяли ферзей, убрали слона, жизнь прекрасна, мы ничего не зевнули. Понятно, что тут еще играть и играть, и позиция, скорее всего, равна, но, как минимум, мы не проиграли в моменте, и у нас будет шанс полезными ходами выровнять свою ситуацию. Например, если сейчас бы все еще тихко или часы черно, я бы задавал себе вопрос, какой у меня есть полезный ход. Я видел бы ход ладья Санна Д1, я видел бы ход, возможно, Аш-3, потому что все-таки на своей территории не очень хорошо терпеть черные фигуры. Но это отдельный дискуссионный вопрос про одиночные нападения, они мне обычно не нравятся, но активные фигуры на четвертой линии тоже не очень сильно нравятся. Вот, а если бы соперник ответил слона-6, я бы опять задал себе вопрос, могут ли меня съесть? Соперник сам напал или кому-то открыл дорогу? Сам напал, все прекрасно видим, и поэтому отказываемся временно от полезного хода. Делаем другой ход, который может оказаться нам полезным. А наш полезный ход будем делать уже в спокойной ситуации, когда на вопрос, есть ли у соперника выигрывающая тактика, ответ будет нет. Вот так в общих чертах работает алгоритм быстрого поиска хода. Если кому-то интересно про алгоритм поиска хода в спокойной ситуации, еще 7 лет назад я снял ролик, можете посмотреть, под людей обычного, четко, ясно и пространно все объясняется, все рассуждается. А мы плавно переходим к практике. Итак, играем 3 плюс 2, чтобы было все-таки время подумать о выигранной позиции. 3 плюс 0, 5 плюс 0, это все-таки не совсем серьезно. Итак, смотрим, у соперника 2,57, то есть соперник до обратного такого уровня. Играем кони в 6, все по прошлому видео про игру. В открытых позициях играем, теперь слон С5, какая-то тихая итальянка. Как заканчиваются познания мои, они где-то вот в этом районе уже должны заканчиваться. Так, могу, наверное, Ж5 пойти, да, потому что точно нельзя рокироваться со всем этим богатством. Что дальше делаем? Грозит Д4. Так, давайте сыграем ферзь Е7. Полезные ходы какие есть? Слон Е6, слон Ж4. Выбираем из них. Наверное, слон Е6 делаю так. Здесь придется делать ход А6. Да, слона, конечно, зажмут, но ничего не поделаешь. Так, что еще у нас тут есть полезного? Что еще у нас тут есть полезного? Так, слон Е6 был у нас полезный ход. Мы его делаем. Возможно, что на нас нападут, но это все не страшно, конечно. Так, что еще мы тут имеем? Конь Х5, конь Е5. Тактику. Видим полезных ходов, к сожалению, я за время соперника не приметил. Не приметил я полезных ходов за время соперника. Жаль, жаль, жаль. Ладно, сыграем тогда в атакующем стиле. Ладья Ж8, идея H5, H4. Полезные ходы, которые я за время соперника заметил. В рокировку мы не пойдем. В крайнем случае, короля на F8 поставим. Если он будет сильно мешать в центре, сильно попадать под угрозы. Полезные ходы за время соперника нашли. Дальше, как он пойдет, мы будем себя спрашивать, зачем он так пошел. Что он хочет сделать. Ну и попробуем дать ответы на эти вопросы. Напал он или двинулся вперед. Завис, завис соперник. Потому что про полезные ходы нужно думать за чужое время. А вот за свое нужно уже считать конкретные варианты. Но ничего, ничего. Тоже научиться играть быстро когда-то. Так. Ну я шучу, конечно. Я полностью соперника уважаю и понимаю, что сейчас... Так. Что изменилось в позиции? Есть ли у меня выигрывающая тактика? У меня внезапно появляется очень интересный ход коня H5. Это уже угроза прям съесть слона. И, наверное, этот ход я и сделаю. Несмотря на то, что полезные ходы у меня были заготовлены такие. Они сейчас просто невозможны. Есть какая-то тактика коня H5. Но я просто съедаю слона. И съесть в ответ не могут из-за связки. Так. Соперик защитился. То есть ничего. Сверхъестественного. Так. Полезные ходы у меня были. Коня H4 на примете. Съедение. Ну, съедение сложно называть полезным ходом, если честно. Давайте сыграю-ка я конем на F4. Какие у меня еще полезные ходы дальше есть? Слон G4. Имеется такой актуальный полезный ход. Очень актуальный и очень полезный. Подвязать слона... Подвязать коня. Извините, конечно, за оговорку. Возможно после этого перевести конь D8, конь Е6. Да? То есть... Полезные ходы мы посмотрели. Если ничего страшного не произойдет. Так. Сам напал или готовит ход? Сам напал. Да и ход тоже АБ готовит. Что мы готовы меняться? Давайте мы, наверное, пойдем... Так сказать, непопулярно. Побьем сюда. Побьем сюда. И поставим блок на А5. На блок вроде я не вижу, как он, по крайней мере, слоном может надавить. А надавит конем, конь всегда может и поменяться. Итак, полезные ходы. Скорее всего он нас бьет. Раз бьет, будем бить ферзем и прорываться на G4. Создавать какие-то угрозы в лагере у него. Заодно пешка D3 у него будет провисать. Где-то в вариантах. Полезные ходы мы себе наметили. Так что мы молодцы. Возможно, что-то упускаем. Да, возможно, где-то ход ФЕ точнее. Я все понимаю. Но мы учимся играть в Блиц. Точно без ошибок. Полезные ходы у нас. Ферзем G4. Так. Сам напал или готовит следующий ход? Готовит следующий ход. Нападение, не сказать, что страшное. Но. Но D5 нас не пугает. Но вот что-то пользы особой не видно во всем этом для нас. Пользы не видно. Пользы не видно. Взятие. Конь пойдет на F5. Да. Тут вот я с полезными ходами сплоховал очень сильно. Хотя. Хотя, хотя, хотя. Взяли там. Взяли там. Взяли там. Так. Давайте я сделаю ход F6. Общеукрепляющий. Чтобы ферзь мог спокойно отойти на свои полезные промыслы. Да. То есть я по сути готовлю полезный ход. Да. За ход D5 спасибо сопернику. Полезный ход как по плану. Ну, теперь у нас уже есть тактика. Конь G2. И HG. Такая интересная тактика имеется. Точно ее надо проверять. И, соответственно, да. И полезный ход еще есть, кстати, конь G6. Конь H4. Все-таки вызвать скрытие линии H или линии G. То есть у меня есть набор из полезных ходов. Я буду в зависимости от ответа соперника подбирать наиболее точную редакцию. Своего полезного хода. Ну, и смотрим, чтобы конь B3 не проходил. Он вроде не проходит нигде. Так. Взяли. Мы берем. Так. Кстати, вскрываем мы линию, наверное. Да. Вскрываем. Вскрываем. Давим на G2. Он спасается. Ослабляет, соответственно. Так. И полезный ход. Ладья G5. Ой-ой-ой-ой. Полезный ход. Вот тебе и полезный ход. Ходи в 3 прям под вилку. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот тебе и полезный ход. Вот тебе и зевок. Но ничего страшного. Как говорится, мы сейчас создадим пешечную лавину. Которая будет соперника. Стирать, как говорится, в порошок. Надеюсь, что будет стирать в порошок. У нас, благо, крепость. Полезные ходы имеются. Да. Даже несмотря на зевок. Да. Зевок. Дело, конечно, неприятное. Прям вообще, я хочу сказать, неприятное. Но. К сожалению. Блица куда без него. Поэтому я не расстраиваюсь. Вижу за себя полезные ходы. G4 и G3. Вижу полезный ход включения. Конь D4. Ой, конь D2. Но посмотрим. Посмотрим. Соперик в цитноте. Так. Собственно, мы смотрим. Напал. Не напал. Других ходов вперед не готовит. Так что мы смело идем сами. Вперед. Опять смело идем. Так. Вопрос. Не лучше ли. Не, не лучше. Идем сами. Вперед смело. И качество. Мы, в принципе, у соперика готовы выиграть. Но я вижу еще один интересный, полезный ход. Еще один очень интересный, полезный ход. Я вижу ход к C4. Я вижу вторжение ферзя. Но после короля Е7 надеюсь, что у него не будет возможности как следует ответить. А сам я, конечно, надеюсь на конь D2. Так. Шахи будут. Шахи это нехорошо. Поэтому мы берем. Так. Идем куда-то. Так. Сейчас я, конечно, глупостей могу наделать. Но что поделаешь. Куда в таких позициях без глупостей. Так. Конь идет на B6. Да. Цвет нот. Конечно, его качество меня вообще не красит. Вообще не красит. Но. Вроде как. Так. Полезные ходы за время соперика. Понятно, что будет шах. Понятно. Что буду перекрываться. И есть идея вылезти с этой стороны. Опять же. Надеюсь. Так. Сейчас. Надеюсь. Надеюсь. Нет. Не вылезу пока. Не вылезу. Я вначале зароюсь. Полезные ходы имеются в наличии. То есть я переведу короля на B8. И в принципе с лишней пешкой буду катать дальше. Так. Понятно, что он идет все в атаку ведет свое хозяйство. Готовят ход вперед. Да. Готовят ход вперед. Но пусть готовят. Пусть готовят. Отбились. Отошли полезным ходом. И сами ищем за себя полезные ходы. Конь D7. Конь C5. Улучшение фигуры. Так. Шахи. Тут уже пошли угрозы. Я вижу, что он ферзь B1 может пойти где-то. Все это, конечно, местами выглядит страшно. Но не настолько. Так. Конь C6. Так. Сейчас. 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 Полезный ход ферзи 8. Цветнот. Цветнот. Ну. Тут уже человек на тактике подзевнул. Заберем у него ферзя. И выиграем партию. Видите, в Блиц не я один зеваю. Что мы увидели на примере этой партии? Да. Зевков в Блице не избежать. Можно только значительно сократить их количество. Продумывая всерьез полезные ходы за время соперника. После хода соперника проверять, зачем он так пошел. К сожалению, зевок в виде подстановки под вилки. Собственно, зевок-то у нас какой произошел? Мы не зевнули какую-то угрозу соперникам. Мы сами под его угрозу, что называется, встали. Проверил я, так сказать, полезные ходы. Надо было только проверить, что с ферзи G4. Оно все должно начинаться. Конечно, можно было бы сыграть аккуратнее. Но, надеюсь, в общих чертах алгоритм поиска хода понятен. И играть быстро вы станете капельку сильнее. Всем спасибо за просмотр. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok